Доброго дня, дорогие друзья! С вами Залел, ну или может, доброй ночи, доброго вечера, или, ну, на крайняк, доброго утра! Я не знаю, что у вас там за окном, но у нас сегодня за окном будет LA Noir! Я знаю, что вы ждали эту игрушку, потому что видел ваши комментарии к Dying Light, когда же LA Noir? Типа, ты нас подсадил, давай быстрее! Действительно, ребят, я сам подсадился на эту игрушку, но, к сожалению, у меня слоган канала звучит как моментальное прохождение горячих новинок, вот, это такой основной логан, поэтому, ребят, если кто новички, кто только подписался, знаете это, вот, ну, к сожалению, Dying Light, я как-то так надъебись, как-то снимал, но ничего, ребят, да и выкладывал я тоже как-то так реже-реже-реже, но, вот говорю, следующую горячую новинку мы за день практически пройдем, ну, может, за два, ладно, ну, чтобы не быть пиздобовым, потому что иногда так получается, например, когда Ютуб серии долго-долго обрабатывает, я вам пишу, вот, следующая серия, допустим, через два часа будет, на самом деле он там долго-долго загружает, ну, не суть, все, мы с вами, естественно, продолжаем, надо, можно сказать, за это выпить, черт возьми, потому что возвращаемся, сегодня даже я взял адреналинку соком, чтобы точно не заснуть, ну, потому что я вот, ох, тока-тока прошел Dying Light, я так радовался, что он, наконец-то, закончен, как вы слышите, у меня немного охрипший голос, поэтому так будем, но, ничего, адреналин не поможет, черт, давай, открывайся, за ваше здоровье, не знаю, что вы там лопаете, например, пельмешки или бечевочку, сухарики, приятного аппетита, мы с вами продолжаем, давайте, подшидал, следующее задание, как вы поняли, транспортный отдел, ничего пока не меняется, ну, это даже пока хорошо, но все-таки я бы уже сгонял какой-то отдел по маякам, вот, падший идол, называется задание, давайте посмотрим, что же здесь случилось, так, видимо, ух ты, как интересно, смотрите, так, ну, я надеюсь, что будет труп, хоть какой-нибудь, Фоупс, Быковский, у нас дело, возможно, вождение в трезвом виде, и где вы тут это видите? Эта тетка утверждает, что ее чем-то накачали и хотели убить, где это произошло? А вот тут могу вас порадовать, это прямо напротив, через дорогу, что? Шевролет Стайлайн нырнул прямо с откоса и врезался внизу в рекламный щит Колу Кинг Действуйте, ребята, надо поймать злодеев Вот так-так Итак, новая улика, пострадавшие накачали наркотиками, Шевролет Стайлайн, смотрите, место аварии До встречи, парни, смотрите, не перетрудитесь Посмотрите на парня, уже вовсю шумит, в мои гусенички проклюнулись крылья, просто стараюсь стать для них своим Образованные, работящие, честные, не хочу тебя расстраивать, но ты среди них всегда будешь белой вороной Да нифига, мне кажется, мы, вот заметили, это, это просто сказка, а не игра, в плане вот, даже вот этого детектива Черт, где вы таких видели? Никогда у нас, вот, ой, про нашу Россию я вообще зря сказал, потому что никогда у нас честных ментов вообще не было и не будет, естественно Так, раз через дорогу, мне кажется, даст, ни хрена нам повезло Нет, давайте доедем Я даже, хорошо, за руль сяду, давай, поехали, Бековский Дело, труба звенит, дело уже хочет само раскрыться, давай Уже мне не терпится А, как вы поняли, там есть какой-то труп Поэтому дело будет намного интереснее Если бы просто машина скатилась, это, фу, фигня Так Как нам тут объехать? А, во, отлично Так, поехали, поехали Место аварии 7 часов 56 Дня Знакомое лицо Так это Джун Бауэр, сестра Тарзана, покорительница Амазонки Она замужем за Гай Макфесси Капитан сейчас переехал в Вегас, но их отношения до сих пор крепкие Фелпс, транспортная, на-на-на, детектив Фелпс Здорово, Бековский, давно не виделись Мог бы воспользоваться мегафоном, чтобы вызвать Фелпс, это Эндре, на-на-на Кстати, стоп, 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 ребят, я же вспомнил ваш комментарий Типа, можно субтитры немного помедленнее сделать Так, давайте посмотрим, я что-то вот не знаю Подсказки, пропуск эпизодов А где, где игровой процесс управления Камера, может камера, автоматическое камерное отражение Так, а где ж-то графика, яркость Во, субтитры включить Но больше-то я даже не знаю Черно-белый, нет Пусть черно-белый будет управление Может в управлении, я не знаю Ускорение, скорость игровой Контроллер, вибрация Блин Ну, слушайте, вообще ничего нет Камера отражения А почему же мне тогда написали в комментариях, что можно как-то сделать помедленнее субтитры Я что-то не понимаю Вы скажите где, потому что я что-то не могу вообще найти Подсказки, пропуск эпизодов Лики Нет, слушайте, я даже не знаю Ладно Энрике раньше был копом Что у нас здесь, Гонсалес? Женщина промчалась через пустыри и сорвалась сверху Говорит, какой-то кинопродюсер накачал их с подругой чем-то и пустил машину под откос Кто-нибудь пострадал? Да, та, что была за рулем, но учитывая их... На щит мы сейчас... Пассажирка совсем девочка, зовут Джессикой Хамильтон. Ей тоже досталось. Девчонка, все будет в порядке? Думаю, да, ее увезли в скорую. Если хотите сначала все осмотреть, я задержу вторую скорую. Спасибо, да, задержи. Да, и еще, посторонняя с водителем. Она не в себе. Так, хорошо. Ну, понятное дело, что не в себе. Накачали там, интересно, чем. Если вы ищете коронера, то он внизу вместо аварии. Так, давайте. Я знаю, быстрый спуск. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, черт. Нет, нельзя. Может, это даже к лучшему. Иначе бы мы просто разбились. Как обычные глупые мавпы. Так, ну тут, правда, непросто. А, вот, нормально. Нашли. Это уже интереснее. То есть, какой-то браток накачал... Женщина. Отлично, отлично, отлично. Это интересно. Думаю, тебе стоит на это взглянуть, Фелпс. Вон там, на багажнике. И это еще не лучшая часть. Трусик. Трусики! Трусики. Господи. Разорваны. Где ты их нашел? В сумочке этой девушки. Когда я вернулась в лабораторию, поищу следы семя. Господи! С чем мы тут имеем дело? А может, действительно она забеременела? Маленькая-то девчушка. И типа сказала... Что она может сказать? Типа, обращусь в полицию. Вот ты меня сделал. Или изнасиловал. Ну, тогда все понятно, почему он их накачал. Но непонятно, что эту даму он еще взял. Ну, ладно. Так, трусы как трусы. Или погодите, мы их... Это... Не осмотрели, мне кажется. Так. Милый Джесси, прошу, дорогая моя. Возвращайтесь домой, пожалуйста. Если беспокоишься насчет отца, то зря. Он все пропустил. Он, конечно, очень вспыльчивый и гордый. Но для него ты по-прежнему его любимая. Маленькая девочка. Я знаю, что он жалеет о том, что наговорил тебе. Так, дальше. Дорогая, ты хорошая, приличная девочка. Голливуд не для тебя. Мне самой когда-то было 15. И я мечтала на платье и целоваться с красивыми мужчинами. Но потом я выросла. Вышла замуж за твоего отца и поняла, что такая жизнь принесла бы мне... Не принесла бы мне счастье. И ты это поймешь. Я уверена, что тетя Джуни приглядывает за тобой. Но все равно волнуюсь. Мир бывает очень опасен для юных девочек. Особенно, если у нее в голове одни звезды. Смотреть на звезды приятно. Но однажды они могут ослепить тебя. И тогда ты не... Увидишь того, что происходит под самым носом. Ага. То есть это мать ее пишет. Эмма и Молли очень по тебе скучают. Эмма стала... Стала такая хорошенькая. А Молли, да-да-да, ты ее в возрасте. Им нужна старшая сестренка, которая будет за ним присматривать. Дорогая милая Джесси. Возвращайся, очень прошу. Я боюсь за тебя. Да, вот таким надо было тембром читать. Меня не покидает чувство, что должно случиться нечто ужасное. Я плачу по ночам. Любящая тебя мама. Камила Хамильтон. Так, письмо матери. Понятно, то есть далеко же она забралась. Ну, все понятно. Обычная юная девчонка, которая возомнила себе, что вот-вот переспит там с кем-нибудь. И, естественно, продвинется выше по карьерной лестнице. Ага. Ну, ладно, закроем. А вот с трусиками, блин, я, наверное, заберу их себе. Да, Коу Фелпс? Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Возьмем их еще раз, потрясем. Нет, ничего мы не можем про них узнать. Коронер или как его там называется. Ну, в общем, вот этот доктор, он сказал, что осмотрит. Хорошо, давайте посмотрим на номера. Так. Ага. Так, что это? Мусор, типа? Чувак, неужели тебе номера не смущают? Да, они, естественно, оторваны от этой машины. Калифорния. Так, и... Блин, ну неужели это никакая не зацепка, не улика? Ладно. Музыку мы слышим, то есть есть еще где-то улики. Я пока что не пойму, где. Так, а, давайте внутрь. Ну-ка, мы можем внутрь посмотреть? Да, мы можем внутрь посмотреть. Ага, похоже, они еще легко отделались. Наверное, были без создания. В расслабленном состоянии мягкие ткани меньше повреждаются. Понятно. Ну да, есть такая теория, то что когда ты пьяный, можно спокойно с десятого этажа упасть, и ничего тебе не будет. Ну это, конечно, вранье. Ну нет, может есть доля правды, но... Слабо верю. На себе не проверял. Так. Все мы вроде осмотрели, но... Почему-то еще есть звук, улик. Пьяный водитель. Не факт. Как так? Я обнаружил голову без тела, и мне стало интересно. А ты что скажешь? Бедный Йорик, я знал его, Горацио. Она настоящая? Нет. Думаю, это макета индийского высушенной головы, что-то типа сувенира или муляжа для фильма. Видишь клеймо производителя? Ну-ка давайте посмотрим. Бедный Йорик. Из чего сделано? Если на вскидку, то искораженного гипса. Значит, версию убийства можно исключить. Нет, уж можно наоборот включить. Эта штука прижимала педаль газа к полу. Кто бы ее туда не сунул, он хотел, чтобы эти женщины умерли. Так, понятно. Ну понятно, кинопродюсер этот, или как его там... Как можно было умудриться-то, да? Если водитель в состоянии говорить, нужно задать ей пару вопросов. Да что ж такое-то отрыжечка, отрыжечка, так хорошо идет, ребят. Да что ты с чем-то? Так, ну тут все понятно. То есть, даже гадать не надо. Осталось только этого продюсера разговаривать. Да и все. И дела... Все, все, мы все раскрыли. Сейчас поговорим, правда, с этой теткой. Миссис МакКеффи, мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Мне больше нравится моя девичьев... Не, я... Я Джун. Наверное, видели что-то из моих работ? Расскажите нам о том, что здесь произошло. А ты симпатичный для копа. Только слишком серьезный. А как насчет меня, Джун? Мне очень нравится. Нет, ты мне не нравишься. Отвали. Питнебековский. Ай, блин. Джун Бауарт. Возраст 41, голубые и черные. Да, уже такая взрослая тетка. За что ж тебя хотели убить-то, а? Ну-ка давай рассказывай. Наркотические опьянения. Миссис МакКеффи, мы понимаем, что вы еще не отошли от шока. И все же, вы заявили, что вам кто-то подсунул наркотики. Кто это сделал? Этот мерзавец подсыпал нам что-то в выпивку. Не удивительно, что я не в себе. Ничего не помню. Мне, ребята, знаете, тоже в комментариях такой интересный факт сказали, то, что вот когда сомнение или ложь, то есть когда ты не можешь определиться, нажимай ложь. Там они что-то могут сказать. То есть когда вот видим то, что она как-то вот мнется, да? Вот давайте журнальчик быстро. А, как насчет меня? Да-да-да-да-да. Покорительница. Так, вы заявили, что кто-то это сделает. Умерзаются. Блин, ну она так же может истину говорить, видите? Ну, единственное... Видите, скулы что-то у ней как-то. Вот-вот-вот-вот она вниз уводит свой взгляд. Ложь. Давайте ложь, ну-ка. Я вам не верю, миссис Мэккиф. Это слишком невероятная история. Я думаю, вы просто напились и не справились с управлением. А ты сначала результат анализа крови получил, а потом уже рот раскрывай! Если у тебя, конечно, нет других доказательств. Так, понятно. Нет, у нас как раз доказательства-то есть, не надо. Так, стоп-стоп-стоп, назад-назад-назад. Какая тетка, да? Вроде как такая вот хорошенькая, к нам подкатывает, типа. Да, ах ты, блин, старая кошелка. А на самом деле... Хорошо, пока что вы вне подозрения. Блин, ну я не знаю, ну... Черт, она же... Она же говорит... Говорит правду, но чего же она мнется-то, сучка такая, а? Вызовите, что кто-то подсунул наркотик. Кто это сделал? Этот мерзавец подсылал полу нам что-то, выпивку неделю. А мы спрашиваем, кто это сделал? Блин, я не знаю, надавить на нее... Если мы надавим, она опять тоже будет орать. Ладно, сомнения, но посмотрите, она мнется! Мэм, сокрытие сведения о следствии, это тяжкое преступление. Я же сказала, зови меня Джун. А то я себя какой-то старушенцей чувствую. И вообще, не забивайте им свою симпатичную голову. Мой муж сам сведет счеты с Марком Бишопом. Ага, вот мы уже нашли. Кто наш подозреваемый браток? Хорошо. Я просто думал, она сейчас вот как... Ну, начнет орать на нас. Аж как только мы обвинили, ну, сами понимаете. Расскажите нам о второй... Джессика Хамильтон. Бедная Джессика. Нелегкий, у нее выдался денек. Сначала изнасиловали, потом отракали, потом группа ушками, потом начальник мечтает заниматься кино. Что ты тут еще скажешь? Ладно, ладно, это я загнул палочку, да, знаю. Что начал свои какие-то там... Вы... Хотя это нет, нет, невыдуманные. Невыдуманные истории-то. Так. Ну-ка, да идея ложь, еще раз скажу. Мне кажется, вы жжете весьма кефи. Думаю, товарищ с Джессикой что-то произошло. О, а ты меня обидел, малыш. У тебя есть доказательства? А, кстати, да-да-да. Вот видите, ребят. Черт, спасибо. Спасибо мне... Вам. Вам. Мне хотя бы... Спасибо мне. Нет. Но все-таки спасибо, что вы пишете комментарии. Вот видите, сейчас мне подсказали, что можно нажимать. А то так бы я, наверное, сомнения. Еще раз. Джессика Хаминтон. Бедная Джессика. Нелегкие у него... Она отчаянно снимает... Что ты еще скажешь? Мне кажется, вы уже теми. Доварищ с Джессикой что-то произошло. Давайте трусишки ее... Пострадаю. Ну, это-то понятно. Нижнее белье. Нижнее белье, мисс Хаминтон, было с нее сорвано. Она хотела попасть на кастинг. Я отвела ее на кастинг. Все, что было потом, касается только ее и Марка Побишопа. Ага, опять правильно. Вот вы... Вот видите, ребят, что я начал... Как-то вот-вот-вот хорошо идти. Так. Мы нашли засушенную... Засушенную голову. С ее помощью кто-то вывелся в вашу машину. Я, знаете ли, обычно не срываюсь с откосов. Последнее, что помню, как села за руль. Понятно. Ну, давайте, допустим, ложь. Опять проверим. Мисс МакКиффи, вы ужете. Зря тратите на это же время. Вы знаете, что здесь происходит, но просто не хотите об этом говорить. Да ты мил. Но простоват. Любую вину надо сначала доказать. Да, действительно, мы не можем сейчас доказать как-то, потому что... Ну, вот видите... Последнее, что помню, как села за руль. Да? Знаете, что происходит, но просто не хотите об этом говорить. Но простоват. Любую вину сначала. Она, по сути, правду говорит, но... Ай. Смотрите. Мы можем вот это сказать. Водитель заявил, что ее на... Пострадавши на качели находит. По сути... Что мы можем сказать по этому поводу, да? Так. Мы нашли засушенную голову. С ее помощью кто-то вывел из строя вашу машину. Я, знаете ли, обычно не срываюсь от косов. Последнее, что помню, как села за руль. Вы ужете. Зря тратите наше время. Вы знаете, что здесь происходит, но просто не хотите об этом говорить. Вот знаете, какая-то такая фраза, как обычная. То есть, вот если там мы... Мне кажется, что вы ужете. Думаю, да, Варе с Джессикой что-то произошло. Хотя тут то же самое. Вы знаете, что здесь происходит, но просто не хотите. Да. Есть доказательства. Зря тратите. Блин, вот видите... Я бы вот все-таки выбрал вот это. Пострадавших на качели наркотиками. Хотели убить. Ну, блин. Ладно, поймите, ничего личного, я просто выполняю свою работу. Давайте сомнения, что ли, сделаем. Хотя вот ложь... Ну, давайте сомнения. Это какой-то бутафорский предмет. Вы должны знать, откуда он взялся. Если вы еще не поняли, я звезда. Я звезда. А звезды не вникают в такие вещи, как реквизит, декорации и все прочее. Почему бы вам не спросить Марка Бишопа, где он берет реквизит? Так, мы правильно ответили. Все-таки... Молодцы, молодцы. Вы упомянули мне некого Марка Бишопа. Думаете, он как-то связан? Он продюсер. А насчет его причастности к этому происшествию... Позвольте мужу самим с ним разобраться. По сути, я не на правду сказала. И смотрите, она вот говорит... Ну, точнее, смотрит на нас спокойно. Расслабься, детектив. Тебе совсем не идет злиться. Блядь, ладно, ладно, нормально. По крайней мере, мы знаем, что это Бишоп. Ну, провалил я одно. Но, по сути, это ничего нам не дает. Надо было, да, сомнения выбрать. Ну, черт, она же смотрела нам прямо в глаза. Вот сука эдакая. Миссис Макеффи, это будет лучше, если вы патрульным поедете в больницу. Со мной все будет нормально. Эти ребята могут отвезти меня домой сразу после того, как расскажут все репортерам. Миссис Макеффи, вы все еще в состоянии наркотического опьянения. Когда действует наркотик и закончится, у вас, вероятно, будет шок. А я думал, тебе на меня плевать. Спасибо за заботу. Думаю, здесь мы закончили. Пойдем посмотрим, что нам удастся вытрясти из девчонки. Ребят, вы вот реально не переживайте, что мы, как бы, не блестяще выполняем, не блестяще выполняем. То есть, на хорошо, на обыкновенно. Да, некоторые вопросы все-таки неправильные, но, ну что это меняет, а? Все равно же мы находим правильных людей и так далее. Жалко, конечно, да, для галочки бы хорошо бы, но все-таки... Блин, кого я обманываю, ребят? Кого я обманываю? Я просто сейчас сам заговариваю свои зубы. Ну вот, честное слово. Потому что, ну, блин, я хотел бы вот правильно. Ну и как вот? Ну она же смотрела мне прямо в глаза! Ладно, не буду оправдываться. Я виноват, я знаю. Я знаю. Давайте, так, смотреть, куда поедем. Так, где наш друг? Может, надо довезти? Так, больница-то... Так, куда ты хочешь отправиться? Больница, давайте. Может, место? Блин, хотя на такой тачке бы сам, наверное. Черт. Давай, быстрей, беги. Да что за напарник такой? Быстрей, браток! Это нет. Напарник у нас хороший. Ха-ха-ха-ха! Бля! Напарник у нас хороший. Вот видите? Он даже времени, то есть секунду он не потерял. Не захотел терять. То есть он мог оббежать ее, но нет. Прикол. Больница. Так, давайте. Классную, кстати, тачку мы взяли. Жалко, я не порулил сам. Добрый день, Дэйди Фелпс. Мне нужно поговорить с Джессикой Хамильтон. Джессика Хамильтон? Ах, да, она в палате прямо за вашей спиной, детектив. Вы не имеете права меня здесь держать. Нет, мне не нужен врач. Джессика, тебе уже лучше? Немножко. Правда, голова еще плывет. Да кто там орет? Да блин, закройте эту дверь, чертову. Можно закрыть? Как-то можно, нет? Нет, нельзя. Ладно, давайте поговорим. Вот эта девчонка, как вы видите, да, уже молодая, юная и изнасилована. Привет, Джессика, меня зовут Коу Фелпс, я полицейский. Если не возражаясь, я бы хотел поговорить с тобой об аварии. Ну ладно. Ну ладно. Так, 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 возра... Пятнадцать! Ах, тебя... Хотя... Чего тут удивляться, ребят? Уже... Уже это... Это уже не удивление. Не-не-не. Это уже... Это уже нормально, да-да. Что ты помнишь про аварию? Все как-то смутно. Помню, как я очнулась здесь. Да не было вчера ничего. Ну, видно, да, она вот уже от твоей глазки не хочет... Ну, вспоминает, точнее. Ложь. Скажи мне правду. Кого ты выгораживаешь? Я вам не вру. Эх, ты сука, угонья, нижнее белье, письмо матери. Так, водитель заявил, что... Не хотели убить... Так, стоп, а я... Да не было вчера ничего. Блин, мы можем вот сейчас трусики вот эти... Ах, тебя, давайте... Блин, ну я не... Джессика, в сумочке мы нашли твое белье. Ты должна рассказать нам о том, что произошло. Врач рассказала мне, что случилось. Я... Я этого не хотела. Я только мечтала стать кинотри... Актрисой. Рассказала обо всем Джуне, а она говорит... Заткнись синяной. Это, говорит, цена успеха. Она так сказала, вот стерва безсердечная. Джуне не виновата. Я не детственница. У меня уже был бойфренд, но потом о нем узнал отец. Джессика, это не важно, была ты согласна или нет. Ну, в общем, вы поняли, да? О, Господи. Так. Контакт с родителями. Так, у нас есть письмецо. Она полюбасу наврет. Ну-ка, давайте. Джессика, нам нужно извести твоих родителей. Сообщить им о том, что произошло. Ой, нет, не надо их расстраивать. Они сами отправили меня к тете Джун. Родители попросили ее приглядывать за мной. Приглядывать. А по-моему, не приглядывать, а вот, 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 черт. Ты лжешь, Джессика. Как же мы можем все исправить, если ты нас обманываешь? Ну, детектив, зачем мне врать? У нее есть письмо, письмо матери. Что там говорится? Письмо, которому говорит, просит Джуне вернуться домой. Вот видите? Потому что ты сбежала из дома и находишься здесь без разрешения родителей. Ну, может, расскажешь мне о том, что произошло? Мы с Джуней пошли в это странное место. Никак не вспомню. Кто-то дал мне выпить, чтобы я успокоилась. Потом мне стало дурно. Наверное, я потеряла сознание. Ага. Себя, Сибишоп. Васек, Васек, ты куда пошел? Твою дивизию. Вот этот кот, вот этот чертов, Васька. Он постоянно ходит по моему системнику, а у меня системник в столе. То есть у меня два стола тут находятся, вот. И один прям вот, ну, где ноги должны быть, стоит. Вот. Системник. И он постоянно своей чертовой маленькой лапкой задевает эту здоровенную кнопку включения. Иди отсюда, иди отсюда, пока ничего не случилось. Васька, лучше бы ты ко мне пришел и помурлыкал. Ну нет, ну нет. Давай, пошел, пошел отсюда. Черт. Вы не думайте, ребят, я... Я люблю животных, но просто... Вот когда вот так вот выходит маленький ты... Паразит, кусака. Ладно. Я знаю, я знаю, что я отвлекаюсь. Ближе к деву. Связь с Бишопом. Так, Бишоп это у нас... А, да. Трусики, трусики, точно. Как ты познакомилась с мистером Бишопом? Ну, Джуни кинозвезда. Это вы, наверное, и так знаете. Она сейчас снимается в новом фильме. Да, но я не знаю. Вот насчет этого я не знаю. Ладно, опустим ложь. Ты ужожешь, Джессика. Ты стал жертвой самой старой голливудской аферы. Не защищай этих людей. Не пойму, о чем вы. Мистер Бишоп снимает кино. Больше я ничего о нем не знаю. Ах ты, мелкая. О пострадавших. Так, письмо материны. Медицинский смысл подражает, что я насилю Джессики Хамильтон. Так, это-то понятно. Как ты познакомилась с мистером Бишопом? Вот видите, он, вот, Коул Фелпс, наш браток, он сказал, ты стал жертвой самой старой голливудской аферы. То есть, как бы... Не знаю, о чем вы, мистер Бишоп снимает кино. Больше ничего... Ничего не знаю. А как же ты... Как ты ничего не знаешь-то? Погодите, 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 погодите. Блин, вот это я не знаю. Я могу выбрать вот эту... Вот эту улику, да? Но... Ой, черт. Как ты познакомилась с мистером Бишопом? А я не знаю. Ну, вот, я не могу доказательство предъявить. Ну, какое? Доказательство насилия. А при чем тут это? Как это вообще относится к тому, как она познакомилась? А, стоп! Стоп, да? Вот это вопрос же, да? Как ты познакомилась с мистером Бишопом? Ну, Джуни Кинозава, она сейчас снимается... То есть, через Джуни. Ну, да, она, по сути... О, мистер Бишоп снимает кино. Да, еще трахает, заметил, у маленьких девочек. Либо это мы можем сказать, либо... Блядь! Ну так и знал! Ну, нахуй! А, чертов Бишоп! Ну, ладно, ладно. Ну, связь с Бишопом, и что? Блядь, опять прозрали мы что-то. Джетика, я знаю, что с тобой случи... Произошло. А где именно это случилось? Пожалуйста, это ужас какой-то... Мне правда сейчас тяжело думать о чем-либо. Блядь. Ладно, давайте ложь нажмем. Ну, я знаю, это не правда. Черт, побери Джесси, говори правду! А я и говорю. Мне неизвестно, где это место. Я едва знаю этот город. Где тебя изнасиловали? В кустах! В твоей квартире! Ну-ка, давай! Доказать изнасилие. Ну, да, понятно. Господи, похоже, я совершил ошибку. О, сомнения. Джессика, кто-то пытался тебя убить, понимаешь? Забудь про кино. Ты уже взрослый, веди себя соответственно. На меня что-то надели. Велели лечь на камень. Дали свет, включили камеру. Я не виновата, я не такая! Почему вы меня обижаете? Да как так-то? Да пошла ты нахуй! Окей. Думаю, будет лучше, если ты вернешься домой. Я не могу. Что, если мне дадут эту роль? А меня не будет в городе? Да вряд ли тебе уже дадут. Да черт возьми, опять неправильно. Опять неправильно, да мать вашу! Вот так со всеми в этом городе. Кол, агнадзе покорно идут на... Чего возьми, а что это за тип? Верно ее адвокату, он ускорил ее выписку. Мне это не нравится. Кол, с чего ей так спешить? Нужно за ней проследить. На что поспорим, ребят, что вот эта сука старая, она специально... Смотрите, я специально каких-то маленьких девочек находит. Вот она, давай! Вот. Этому Бишопу дают таких маленьких хороших сексуальных девочек. Так вот. Этот сраный педофил, видимо, ее повышает роли там, дает и так далее. Ну, все понятно, в принципе, такая вот афера у них. Так, кто какой-то? Удержите, чтобы навести камеру на подозреваемое. Что за удержит икс? Подозреваемый вас обнаружил. Как так-то? Я просто нажал икс. Ладно. Видите, что... Что-то мы неправильно. Там... Не такие уж важные, как бы, эти... Так, а можно как-то пропустить? Нет, пропустить нельзя. Черт возьми, а что это за тип? Так, то есть мы, когда близко подъезжаем, они уже палят, эти крысы вонючие. Все понятно.